Добрый день, мы в прошлом ролике так подвесили хвост, и мой вопрос про будущее, что называется, пребудущее, которое уже тут. Я вспоминаю очень момент, я очень любила Стругацких, люблю, и там был момент, когда Борис отправил запрос во Всемирный информационный банк, во Всемирный информационный банк, и теперь у него было два часа попить кофе и обмозговать. Мы бы хотели сейчас посмотреть, кто дождется от Гугла два часа ответа, если со скоростью невозможной вдруг, не дай бог, у нас повис роутер, и народ уже бежит, перезаключать его что-то давай быстрее, потому что невозможно ждать, потому что мы уже совсем в другой скорости, в другом процессе. И в прошлый раз ты сказал о том, что три года и будет что-то вообще невероятное. Давайте с Русланом Александровичем на эту тему поговорим. Что же нас ждет с точки зрения цифровой трансформации, которую мы сейчас проходим, в том смысле, что еще сто лет назад, на самом деле чуть-чуть больше, 140, Менделеев просчитывал экологическую катастрофу, известная история, что у нас будет катастрофа связана с лошадями, что мы оплодим столько людей, что у нас, значит, города утонут в продукты жизнедеятельности, лошадок. А сейчас, ну, то есть он не видел тогда автомобиль. Вот как ты думаешь, что будет происходить, если сейчас у нас там экокатастрофа, а мы, значит, это столько автомобилей, что, значит, мы задохнемся. Ну, вот что будет происходить? Ну, во-первых, смотри, экокатастрофа в расчетах Неделеева и в расчетах сегодняшнего дня, в принципе, не поменялось. Коровки и лошадки являются большей проблемой, нежели выхлопные газы, там, всего остального. И это там любой персонаж, знающий процессы экологического влияния, давления человека на нашу жизнь, атмосферу, планету и так далее, вот они все тебе подтвердят эту позицию. Мало того, когда мы говорим за дико экологичные автомобили электронные с литиевой атмосферой, это тоже неправда. И причина проста, потому что, ну, во-первых, добыча лития – это одна из самых грязных добыч в принципе. Во-вторых, соответственно, создание литиевых батарей, их установка, процессы т.д. А потом еще и процесс утилизации – это гигантская проблематика там всего мира. А в-третьих, и это очень важно, что, допустим, бензин в доставке на станцию, на, в смысле, заправочную станцию, теряется в процессе от момента его производства до момента его доставки максимум 2,5-2,7%. Максимум. А при правильном подходе там еще меньше. Электроэнергия теряется в процессе передачи по проводам ли через трансформаторные станции, через все остальное – минимум 30%. А воспроизводится она вполне себе грязным способом. Поэтому я, конечно, за возобновляемую электроэнергию, там, за различного рода атомные станции и все остальное – да. И за поиск человечеством там без конечных форм выработки электроэнергии. Но каждый раз мы сами себя, опять же, пытаемся обмануть с точки зрения того, что мы прибегаем и говорим, вот сейчас электромобили спасут весь мир, выхлопных газов не будет. Выхлопных газов не будет, а с коровками проблема останется та же самая. И разницы никакой. Поэтому здесь все в нюансах. Как всегда, дьявол в деталях. Это раз. Вторая составляющая, то, что касается цифры, выработки и так далее, и тому подобное, и потребления различного рода цифровых решений. Ну, во-первых, цифры же тоже создает человек. Так же, как и нейросетевые решения и искусственный интеллект пресловутый. Человек создает для себя какие-то упрощенные формы анализа, упрощенные формы работы с данными и так далее, и тому подобное. Я очень просто всегда объясняю в этом отношении студентам, что еще 30 лет тому назад для того, чтобы написать диссертацию, нам нужно было, собственно, сесть в библиотеку, получить немеренное количество книжек, их прочитать, сделать пометки на полях, выписать огромное количество тезисов, сформировать аналитическое видение, написать диссертацию на этой истории. И после этого, да, мы получали там кандидатскую докторскую. И, с моей точки зрения, кстати, это правильно, потому что мы в себя вгружали массивы данных, массивы знаний. Сейчас мы эту историю, вернее, на втором этапе, мы эту историю стали в половинчатой форме доверять сети. Ну, то есть, с возникновением интернета, мы начали запрашивать вопросы, и там браузер нам начал выдавать, неважно, Google, Яндекс, начал выдавать ответ. Но ответы лежат там на нескольких сотнях страниц, допустим. Заходишь, и часто они повторяемы, опять же, это нужно читать, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И в конечном итоге вы получаете некую, опять же, выписанную унификацию набора количества ответов. И вы приходите к каким-то выводам, и снова вы сформировали свою диссертацию, но уже не так сильно погружены, потому что вы весь массив данных в себя не вгружали, не читали Достоевского целиком, а прочитали выдержки из него или Толстого. А третье состояние, которое мы получили практически год тому назад, и сейчас с этим радостно играемся в виде игровых моделей нейросетевых, которые сами же радостно назвали искусственный интеллект, это когда мы задаем вопрос GPT-чату, а он нам отдает один ответ. А уровень погрешности этого одного ответа просто гигантский, потому что он забрал там часть данных из Википедии, часть данных для формирования, часть данных из тех сетевых решений, которые, собственно, не обладают истиной в последней инстанции. И это очень важно, потому что в конечном итоге его ответ может быть далеко оспариваемым, и с ним можно поспорить. А это воспринимается как абсолютно точные данные. И опять же, люди бегут, и с этими уже... Ну, то есть он вообще не потратил никакого времени на внедрение в себя массива данных и системы прочтения книг, манускриптов и всего остального. Он просто задал вопрос в чат GPT, получил там 20 ответов на эти вопросы и написал из них диссертацию. Ну, собственно, сам человек ничего не знает, и диссертация так себе ущербна. Поэтому здесь все в нюансах, как раз и здесь. Поэтому человек сам себя загоняет вот в эти цифровые невозможности, которые сам же и потом радостно пользует. И потом сам же на них кричит и говорит, как так, почему там и так далее и тому подобное. Но, возвращаясь к твоему вопросу, вот именно с точки зрения прямого ответа, дело в том, что скорость изменений, она просто баснословно нарастает. То есть если для принятия решения нам требовалось набор информации еще лет 10-15 назад, которую мы набирали месяцами, то сейчас это минуты, секунды и так далее. Мы говорим о нанопогрешностях во времени. То есть, ну вот одна из компаний, в которой я работаю, собственно, у нас говорящие аватары есть. И уровень ответа аватара, если он происходит больше, чем за 3,5 секунды, уже считается плохо. И это шоковое состояние, действительно. Когда ты первый раз с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что есть нарушения, которые мы сами себе уже привнесли. Мы говорим о том, что нужно добиваться на уровне наносекунд, чтобы это было меньше 3 секунд в ответе аватар. Это не чаджи и пяти, который тебе текстиком написал какой-то ответ там. Это аватар с мимикой, с системой и так далее. И отсюда вытекает огромное количество вопросов, о чем мы запрашиваем на ускорение, о чем мы запрашиваем в конечном итоге вот в этом светлом будущем. Где цель-то, какая она, что мы хотим от нашего человечества. Или мы действительно можем себя признать мясом с точки зрения глобалистов, вот теми самыми коровками, про которых мы с тобой говорили, гадящими, не вовремя. И мы такие же, как они, собственно, и все. И мы утилизационный материал для глобальных процессов. То есть, да, мы тогда признаем, что существует этот несчастный золотой миллиард, а может быть и меньше. Вот они развивают человечество, а все остальные должны находиться в состоянии аморфного, амебного потребления. Печально? Да, печально. Есть об этом мнение? Нет. Да, есть об этом мнение. Причем об этом ломают копья, там, немеряное количество и философов, и футурологов, и визионеров в последние годы. Но это, как ни смешно, не меняет сам процесс цифровизации. Не замедляет его. А вот с точки зрения убыстрения вопрос заключается в том, что за счет глобалистов и их систем мировидения на сегодняшний день финансируется огромное количество процессов убыстрения как раз того, что касается цифровизации. Это научная деятельность. При этом давайте вот тоже скорректируем в себе для того, чтобы опознать там n количество триллионов, триллиардов чего угодно звезд и развернуть там определенные космические знания в периоде времени требовались там века практически в прохождении. А то, что открывается сейчас за месяц на расчетных системах, которые, по сути дела, занимают несколько телефонных мощностей, это просто говорится, ну да, ну вот это, наверное, правильно. Вот это правильный процесс цифровизации. Нам это важно. Или когда мы там химию новых элементов рассчитываем через систему цифровой, это тоже важно. Или когда мы формируем систему безопасности предприятий на цифровых значениях и на расчетах критических точек, это тоже важно. А вот когда нам промывают мозги, так мозги же нам промывают не из-за того, что новые какие-то офигенные цифровые гаджеты появились с возможностями этого промывания, а промывают из-за того, что мы сами способны к этому, ну, позволяем себе их промывать. Если мы устраавливаем то, что у нас называется фаерволами, то есть системой безопасности свое сознание, то нам никто их и не промоет. И поэтому то, что ты спросила там в новостейном ряде, как потребляется вся эта история и что делать с этим, ну, сто процентов я считаю, что учиться быть, ну, наверное, это культура потребления новостей. Неважно, новостей ли, информации ли как таковое там и так далее. То есть опознавание в ней качественной и некачественной информации важны. Допуски в понимании тоже важны. Вопрос заключается в том, что... Ну, это как бы... Это важно для самих себя. Вопрос в результирующей в этом отношении. То есть вы для чего, опять же, хотите понимать это, познавать там и так далее? Вам просто интересно? И сопрягаемость данных... Вам сегодня с утра рассказывают о том, что Хамас прав, а вечером рассказывают о том, что Израиль прав. И в том и в другом случае есть погрешности. Просто научитесь, развейте в себе культуру понимания, в том числе и этих погрешностей. Так, это то, что касается... Мы плавно перешли к истории под названием психогигиена, связанная, цифровая гигиена. И, собственно, то, что беспокоит всех, эта приватность, о которой мы уже говорили. Об этом мы поговорим в следующий раз. Да, да, да. Да. Спасибо. Спасибо.